Ну ладно, на самом деле, две темы, которые там, глобальные темы, как говорят о долгом урыжем. Первая тема, она связана с двузначной логикой. То есть есть в ней некая странная проблема, связанная с тем, что... Ну давайте, как бы, просто я быстро разложу, Лина, 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 я посмотрю. А как это получится? Вот. Ну, весь мир, как бы, вот это я так рассказываю, что можно разбить по какому-то параметру на объединение двух множеств. На А и Ня, вот это отрицально. Причем А любой параметр. Любой, да? Самое интересное здесь, что? Самое интересное, что это возможно сделать, если брать на философию, для философии это что означает? Это означает, что с позиции мышления можно выбрать любой предъекает, любой параметр, допустим, там, божественность, там, или, там, не знаю, там, субстанцию, любую. Все, что только можно мыслить, просто любой параметр выбрать, как бы, и смотреть через этот параметр, как через окно. Выбираем А, через него как бы смотрим, и все разбивается за то, что К относится и все остальное. Существенно, что это разбиение является полным, и поскольку это разбиение полным, то, собственно, вот философия, вот в лице, философия может это использовать для того, чтобы достигать каких-то своих целей. Вот, допустим, как рассуждает параметник, когда говорит о бытии. Вот он обсуждает, он говорит, что весь мир разбивается на бытие и небытие объединения, полностью. Поскольку небытие они, все есть бытие. Вот, полное рассуждение. Либо можно вот это теременосущего, то же самое, то есть весь мир разбивается на сущее и несущее. Поскольку несущее не существует, все есть сущее. Отсюда что следует, что все есть одно, потому что вот оно одно, да. То есть здесь мир множества, множество, здесь тоже множество, а здесь уже одно, потому что бытие одно. Но здесь по-другому, здесь дело то, что более сложное рассуждение насуяется к тому, что сущее с сущим сплачивается и превращается в один вот такой большой шар, шар сущего. Вот это два способа, какие можно понять фарменил. Именно в шаре. Ну, у него так, у него сфаяс, да? А, у него именно шар имеется в виду. Ну, как бы идеальная форма. А знаешь, с какой точки зрения она идеальна? У него минимальная граница при как бы, при максимальном объеме. Чтобы меньше всего граничить со всем остальным, чего нет. Поэтому шар. Меньше, меньше этого было. Да, меньше. Это первая проблема. Вторая проблема здесь еще связана с тем, что по рассуждению, допустим, если брать пример фарменида, сначала нечто одно. Сначала это допускается какое-то небытие. То есть вот, как рассуждается, говорится, что бытие есть, небытие они, да? Сначала небытие как бы борется, как бы полагается. А вторым шагом оно отрицается. То есть такая странная логика. Сначала нечто полагается, дискурсия, а потом отрицет. И это возможно только удержать только в том смысле, что все это рассуждение, все что есть, происходит в мышлении. Только в мышлении можно взять некий параметр, как бы через него вот так сквозь фильтр увидеть весь мир, да? Все, что видится, а обозначить а, все остальное просто отнести к ним. А не может все-таки так оказаться, что что-то как бы не захочет относиться к одному из вариантов? Не может, по определенной логике. Это же логика. Посмотри сюда, это просто обыкновенная логика. Двузначная. Почему? Потому что не, не а равно а в силу двузначности. Вот есть как бы м, либо а, либо не а. Думаю, можно ли такой пример привести? Самое любопытное, когда мы говорим о том, как эта логика относится к нашему философии сознания. Здесь философия физка. А, действительно не может, потому что второе не есть что-то содержательное, а просто отрицание первого. Да, и самое интересное... Если было два содержательных, то могло бы получиться так, что, допустим, красное и черное, да? Это правильное замечание. Ну, там, черное и белое. И оно относится к сути дела в том смысле, что я и говорю, это я показываю, это я скажу, это означает, что мы на мир как бы смотрим сквозь какой-то один параметр. Мы взяли один параметр и сквозь него снова. Второго нет. И вся содержательность мира, на самом деле, сведена к этому содержать. А все остальное, оно введено, понимаешь, оно как бы скрыто. И на этой скрытности основана, на самом деле, вся по-руду манипуляция, допустим, в политике, когда вот на выборах. Точно так же манипулирует. Что значит задать схему и показать некий странный выбор, когда показывают нечто одно, на него фиксируется, вот оно видно, и все остальное это не А. Голосу или проиграешь, да? То есть голосу или проиграешь, да? То есть голосу или проиграешь. Это и есть такое. Или там повысить пенсию или не повысить, да? Да. Вот как бы единственный параметр, допустим, по которому... Как будто бы нет других возможностей, да, кроме которых стоят рядоположен. Просто помимо этого разбиения, которое является чисто логическим, я бы сказал, как бы метафизическим, потому что метафизик любит это разбиение, но допустим, я еще не сказал, то есть еще вот... И в отношении нашего исследования сознания, оно относится к философии Фихте. Фихте так разбивал мир. Вот у Фихте есть такое я и не я. Да, я и не я. Точно. Вот то же самое. Весь мир как бы вот по этому парамету разбит. Конечно, если быть точным, надо было бы показывать, на самом деле, что мир, весь мир состоит как бы из неких... Он же, видишь, мир имеет же иерархическую структуру, да, вот есть там род, а есть там у рода виды, да, смотри, виды есть. И по идее, как бы внутри каждого рода такое разбиение есть, и внутри каждого вида такое разбиение есть. Допустим, все цвета, да, можно разбить на белые и небелые, но если внутри понятие цвета это действует, да, то кто не белый, это будут просто все другие цвета, там, синий и прочее. Вот, вот, вот черно, понимаешь? То есть, это разбиение можно уточнять вот через родовидовое отличие, да, как бы через иерархику, оно как бы будет более конкретным, и на самом деле оно смыкается с правильным разбиением, которое является собственно научным. Это разбиение является метафизическим, хотя оно и логическим, хотя оно и безупричным, но оно метафизическим, потому что оно скрывает содержательность. А наука пытается содержательность обратно обнаружить. Поэтому научное разбиение должно быть таким, вот, как ты говорил. Это называется контрадикторное разбиение, а наука занимается контрарным. То есть, когда А1, А2 по параметру какой-то разбивается. И так далее, там, АН. Вот это правильное разбиение. И про каждое, и они не являются как бы отрицанием? Нет, и когда получается отрицание А1, это все остальные объединения, да. Объединения. Объединения остальных, там, от А2 до А1 до А1. Но это уже как бы как следствие. Да, но самое интересное, что здесь отрицание, что тут и главное, что вот в мире нет такого отрицания. Мы постоянно говорили, допустим, про негативную теологию, да, или мы говорили про, ну, вообще про негативность, как как Гегель говорит про то, что в мире существует негативность. В мире нет никакой негативности. В мире негативность имеет только косвенную вещь, вот как вот здесь. Отрицание А1, просто есть другие цвета. Мы не говорим ни белого. Ни белого в мире не существует. Существует только синий, черный и другой. То есть, в мире нет отрицательности вообще. Ну, кстати, вот именно когда Гегель рассуждает про восприятие, про определённость. У него, наверное, больше похоже на вот эту схему. Или нет? Или у него попарно, как бы, тоже так. А у него получается из себя смены дней и ночи, каким образом происходит? Ну, у него же происходит, что... Нет, дальше вот. Не в чувствное доставивание, а в восприятии. Он, когда начинает говорить про определённость, про... Вот. Вот у него в таком, в таком движении. Только вот это, если там рассматривать точек, а у него получается, что вещь не является одним, не является многим. И одно противоречит многому. Угу. Ну, именно, что такое одно? Что такое многое? Мне же не определённость. Многое – это просто отрицание одного. Либо один, либо много. Ну, у него там, как бы... То есть, мне кажется... У него движение по параметрам, возможно, только в частной науке. Потому что это не философия. У него, может быть, так сказано, что... Вот есть такое разбиение для каждой вещи. В каждом аспекте А. Для каждого аспекта можно... Да. Много А разных. Много А разных. Много А разных. И вещь, её определённость является, как бы, совокупностью... Да. Вот этих вот... Ну, как бы, её попаданий в А и не А, В и не Б, С и не Ц... Ну, короче говоря... Да, да. Относит на А на вот это. Относит на Б на это. Относит на Ц и так далее. А почему? Почему так? Потому что у неё отрицание... Оно входит в само... Как бы... В само бытие ходит. То есть, есть просто сначала бытие, и оно не отрицает. А потом внутрь бытия входит не бытие. Как ничто. Вот, если взять логику. Хотя, как бы, Игорь постоянно говорит о том, что ничто и бытие, это не бытие, это разное. Потому что не ничто, это, на самом деле, это неопределенность. Ничто отрицает, это определенность. А бытие отрицает... Не бытие отрицает существование. Они, как бы, разные по смыслу. Но в смысле построения у него... Ничто это сущее, а не бытие это, как бы... Отрицание бытие. Отрицание бытие, да. Он, конечно, отрицает то, что отрицает бытие, отрицает и сущее, но это как бы уже изначально как бы смысл является отрицанием существования. Так вот, как мне видится, у Гигеля все-таки вот эта вот негация, она существенна для самого движения. И эта негация, она входит в само бытие. То есть у него изначально вот есть нечто одно, да, бытие одно. И потом постепенно, каждый раз входит сюда негация. Негация входит. Негация входит со стороны субъекта, конечно, но потом, поскольку субъект себя рефлектирует, и негация, как бы, и вещь себя рефлектирует. Вещь становится рефлектированной, и она становится внутри себя отрицательной. Сама вещь становится отрицательной. А фактически надо было бы рассматривать, что мир представляется, у вообще в мире нет никакого отрицания. И когда в мире, условно говоря, что-то уничтожается, то это и не является отрицанием, потому что это просто переход из одного класса в другой. Допустим, здесь было, это же разбиение, что там, допустим, здесь было состояние, там, дерево, да, а здесь дальше где-нибудь состояние, там, пыль, там, допустим. И просто когда дерево уничтожается, просто оно вот сюда переходит. То есть меняется только состояние. Надо по-другому сказать, что вот в этой схеме, вот, допустим, различия а и неа, вот, базируется на тождестве а. То есть, ну, вот это, как раз, различие, тождество первично, относительно различия. Потому что сначала есть только а, мы, как бы, определяем другое, как неа. Вот, да, мы их различили таким образом, но при этом все базируется на тождестве сравнения а. У фихты первое, ну, это положительного получения, я равно я. И это означает, что я полагает себя. Вот это у него первое. А второе у него, это я не равно не я. И отсюда я полагает не я. Вот. Ну, еще в время, как вот тот, кто-то стер вариант, да, там различия а1, а2, а3, а4, они, как бы, не обязаны каким-то тождеством. Они, каждая а1 по отношению к другому, на самостоятельно. Они, как бы, определяются содержательно, независимо друг от друга. Вот они, вот, чем нам это различие важно? Когда мы говорили о сознании, что как сознание, как внутри сознания различаются там объекты, да, вот я и говорил о том, что вот они просто в силу того, что сознание вот просто есть пространство, они как пространство различаются. Это вот и есть такое различие. Это различие не связано с тем, что это полагается не тем, что отрицает другое, как два электрона, понимаешь, они различаются просто в положении в пространстве. Точно так же здесь. Никто никого не отрицает, они просто находятся, как бы, их различие не является различием отрицательным. Их различие, есть различие рядоположим. Они просто заполняют всю возможность, такие есть. Вот есть некие возможности, они ее заполняют. Кстати, среди вот таких вот рядов, которые там, что мир разбивается по каким-то рядам, вот есть ряды какие-то выделенные, да, допустим, если мы порядок ищем, вот предлагается эти выделенные ряды называть гомологическими рядами, там, допустим, вот, если мы берем пространство, то там можно выделить такие, так, такой, переходы такие, да, существенные, точка, там, отрезок, там, потом, ну, плоскости. Ну, предлагается здесь почему-то угол, я не знаю, угол есть или нет. Мне кажется, что пространственная плоскость, потом квадратик трехмерный. То есть, некие вот есть, как бы, вот заполнение степени свободы, да, вот. Есть некие возможности, которые существуют просто в самой реальности. Эти возможности заполняются, они заполняются, как вот, есть точки, есть существенно, от точки отличаются отрезы, как бы, плоскость, там, каждый раз, ну, и дополняется, добавляется новое, новое измерение новая степень свобода и вот в некотором отношении такие гомологические ряды их можно пытаться строить везде на какие-то параметры подбирать вариативные действий вариативный параметр вариативный и по вариации вот этой смотреть просто что получается так молчу берется как этот параметр и там допустим доходит параметр доходит как он график стоит доходит до какой-то . что-то с ним происходит перелом там или как-то изменения ноги когда два игра сталкиваются сначала отталкиваться браться и слипать всякого рода вот вот это вот просто строить так у гомологические эти еды на самом деле просто есть некому порядочность реальную порядочность и упорядочность который мы навязываем тут есть навязываем здесь метафизичность в каком отношении что мы как бы просто берем вот любое все что-то в голову нам придет и просто смотрит как бы надевая на себя как на очки и смотрим на это или на мир через этот параметр придумали допустим люди тогда по понятия ангела из смотрят и не все видят сквозь призыву того что это ангел сделают авангелы или там где мы что-то демон судил ангел или не ангел это понятно что ангелы просто слова никто же не говорит не ангелы поэтому конечно же то что не ангел приобретает понятие диму но то это как раз уже другая история другая история когда вот из этой простой логики когда она трансформируется вот это не а а конца не создаются это что добро и зло помнишь у нашей любимой темы вот я забыл добру и зло а если недобро да не добру так недоброва ты упросто назвали злом на самом деле но ведь но она не имеет собственно содержать но это вот как бы на самом деле даже называние не безобидно как только назвали уже не не добро а зло вот она постепенно как бы субстанциализируется приобретает собственно содержание но как бы пытается стремиться стать независимы становится появляется демон вот не не ангел не отсутствие ангела а демон и уже как бы мы попадаем ситуацию не философскую но но жизнь первое замечание она просто каком отношении важно важно то что когда мы занимаемся субъектом на живут есть субъект объектное различие вот это субъект объектное различие фикта предложил понять как я и не я что так понимать нельзя потому что вот это вот это саму это разве не она является манипулятивными она или как бы разбиение которые навязывается берется некий аспект я и навязывается как бы берется я через их смотрится на всю через я на самом деле здесь не так то есть субъект омега различие не разбить по линии я и не это важно потому что если мы говорим о том что субъект есть объединение многих субъектов объединение в смысл этом контракт субъекта один субъект 2 и так далее там субъект н на самом деле мы не можем здесь нигде провести границу где проходят границы но более того понятно как бы тогда чем она просто отличается все вот эти вот еврейские там я и ты отношения да вот это не я и не я да это что-то другое это уже правильное разбиение как бы разбиение манипулятивное там ты понимаешь что такое какое-то у него самостоятельное содержание вроде как если не сводится к ней я но это буду не только бубер это или нас но он тоже да да марсио синий байт только аспект национальности там туда все войдут аспиноза ну все вот это все ну вот и все еще маля еще это товарищ гусор да ну вот и все и спроса в чем как бы важно кто-то избиение до что и почему нельзя провести границу между дело то что границу между субъектами объекта получается так вот провести легко не удается вот так вот можно взять так вот и разбить сказать что здесь вот я здесь вот не я так разбить не удается почему во первых как мы показали просто субъектов много и они находятся не так что там на все на одной стороне они очень непонятно как друг другу друг другу относятся как они как в какой конфигурации находятся как мы будем это разбивать не очень понятно если мы допустим будем считать что субъектами является субъект свидетельствующий как сознание когда что это все тело когда отнесется к объектам что это вы тоже субъекты были не считать что субъекты это является субъектом причины да вроде как сознание является причиной в общем тут конфигурации субъекта она непонятная и поэтому провести вот линию где я день я просто невозможно поэтому надо говорить видимо просто а я как вот учреждающим это как учрежден я учреждает просто всю совокупность как бы субъект она просто берет и говорит что это вот и есть я вот так и не потому что это на самом деле феноменологически так а потому что это учрежденные то есть мы так учреждаем я потому что иначе невозможно если мы пытаться будем к этому феноменологически вот эти и изыскивать реальность опыт я ну а где на опыт учреждения можно найти допустим какой-нибудь это тоже было подтверждение как бы маленького какого-то учреждения это что же бывает что такое опыт учреждения когда ты говоришь и это тоже я вот это вот опыт учреждения правильно но нет не является я такой чувак перед телевизором смотрит новости там вот взорвали в америке башни близнецы и это тоже я учреждение оно работает только этики иначе на них не работает метафизики все ты я получается только этическое я этическое то физики отначение такое иметь не можно как мы слышали потому что весь его учеток учрежденные я ответственности я как бы вообще уже ждать хорошо но одновременно как бы согласен с тобой вот брать на себя ответственность я согласен с тобой но одновременно надо понять тогда что я как бы никакого вообще метафизического содержания не имею сейчас предыдущие разговоры они означают что нет я как метафизической так сказать было бы я до учреждения помимо учреждения да вот какое-то настоящее я феноменологически которое было бы здесь много субъектов взяли вот это провели границы стая вот это я все это точно так мы можем так сделать или нет мы не можем эту границу провести можно только сказать что как бы субъектов много конфигурация их неизвестно но на самом деле проезжай покушите не по ту сторону психологии физики надо говорить по ту сторону всякого рода данности и меня что физиками это психология там другие науки биологии они дают никуда по ту сторону всякой данности никакого я не но нет понимаешь в чем дело возражение сони оно как бы тоже понятно я сейчас объясню в чем дело вот если бы было какое-то на самом деле я какой-то я и соответственно не я и помимо этого мы бы еще начали себя учреждать психологически как ты говоришь вот тут можно вот сказать да это чисто психологическое действие потому что как бы что-то туда не учреждать я останется я вот то метафизическое настоящие вот можно было бы с чем сравнить как только метаций там ищем метафизической и нам это это я эту идиничная психологические этической социальной я нам вообще не тебе просто другого ничего и найти неа потому что мы не смогли это Когда отличишь, опять же, метафизическое я от психологического я, если... Очень легко, как могли. Как вот мы отличили каждый субъект, мы его выстроили и поотличили. А теперь надо нам найти, как эти субъекты конфигурируются в нечто, что мы называем субъектом, вот уже с большой буквы, то есть вот этим я. Вот есть такой вот субъект, который не просто вот так вот размножился, а который представляет собой настоящего субъекта, который можно было бы сказать метафизике, что вот есть субъект, и он противостоит объекту. Вот такой субъект есть? То есть, если я нарисовал объединение, я что сделал? Я ничего не сделал. Мало ли как, я могу тут... Можно мир тоже рисовать бесконечным объединением вещей. Это что-то добавит к тому, что мы знаем о мире? Да ничего не добавит. То есть, так же и здесь. Субъектов много, они объединены, и что? Ну, можно только сказать, что вот это объединение субъектов, есть я, и это только учреждение этого я, и все. Но нам-то надо получить вот его, вот его. Если его нет, то это единственное, что есть. Правильно. Ну, значит, как бы, если объединение, то невозможно их различить. Если того нет? Нет, нет, нет. Понимаете, получается, что в метафизике субъект невозможен? То есть, есть контексты же. Контекст метафизики не позволяет вести понятие субъекта. И весь субъект какой только остается, это остается вот это наше я, и оно учрежденное. Оно психологическое, этическое. Ну, что такое метафизика, все-таки? Вот в метафизике, вот мы говорили раньше, там, вот субъект объектное деление. Допустим, у этого субъекта объектное деление есть горизонт. Мы его распространяем сверху донизу, да? Вот есть Бог, он с миром соотносится. Вот как классические философии. И вплоть до, да, там, во всей философии на каждом этапе он есть. И везде есть это субъект объектное различие. Вот метафизический субъект, это был бы такой субъект, что вот у нас, мы отличали субъект как бы единичный, да, и субъект всеобщий. Вот метафизический субъект был неким всеобщим субъектом, про которого можно было сказать, что этот всеобщий субъект соотносится с неким там, в всеобщем смысле понимаемый объект. науки допустим вот есть много кошек бегает по улице прыгают наука же не изучает этих кошек они изучают с точки зрения того что кошка представляет как некий вид и она рассматривает кошку как некое всеобщее как не я всеобщий объект так некий объект называем биологический организм каждый раз наука она не может брать единичество одной кошки там 6 такая то другой 6 рука третишь бесконечное количество видов шерсти просто занимаясь тем какая в принципе что такое шерсть она изучает вопрос всеобщей стороны если честно что наука занимать тупо всеобщем и даже есть всеобщий субъект не пилот например а если как бы заниматься ты один субъект как бы с точки зрения психологического не искусству субъекта то другой я 3 а вот как вот среди нас утра есть какой-то общий субъект то что называет ну нет у канта есть убеги ли есть трансцендентальный субъект у кента всеобщий субъект у гиги всеобщей сознанием проolt membership очень JON rất ново DC человека вечерина того как он честное цены психологически единичном Commissioner в общее естественно действует в сфере познания всеобщим образом действует он не Он не может здесь ничего сделать, это закон природы. Ну, хорошо, а вопрос такой. Есть много вот этих вот субъектов, которые как-то объединяются, и тем самым происходит учреждение, это психологическое. Разве каждый из этих субъектов, постольку поскольку он субъект, не воспроизводит всеобщую структуру отношений? Воспроизводит. Воспроизводит. И их объединение тоже воспроизводит? Нет. Почему? Потому что это нельзя так сделать. Это знаешь, на что похоже? Я просто хотел сказать, что да, субъект учреждается... Аграрная свалка, короче, взять много собак, взять их потом в кучу свалить и сказать, что вот в этом есть понятие собаки. Так понятие собаки ты не выйдешь. Тебе вот надо не свалку вот этих субъектов, которые навалены просто кучей, разной. Тебе надо что-то из них как бы сплавить что-то цельное. Можешь ты это сделать? Можем ли мы? У нас есть аграрная свалка субъектов, их много там. И что с ним делать? Я свалку должен переплавить в понятие. Мы не можем с понятиями заниматься так вот. Взяли вот кучу конфет, предъявили бы. Нет, ну тут просто очень много разных вариантов, которые надо обдумать. Вот, например, один из вариантов. Вот если Кант или Гейгель рассуждают про трансидентальный субъект. Неозначит ли это, что они, как и мы все, могут себя учредить таким образом? Учредить себя не как конкретный субъект, а как трансидентальный. Но это тоже конкретное учреждение. Нет, это не конкретное учреждение, это просто наука. Наука занимается всеобщностью. Она рассматривает субъект со стороны своей всеобщей. Это как бы с точки зрения психологии, что происходит. Вот ученый, допустим. Он же встает на определенную позицию, непредвзятости, научности и так далее. Он же определенным образом учреждает себя. Но учреждение слова здесь неуместно, потому что это похоже на то, как закон тяготиня себя учреждает. Закон тяготиня работает, нравится тебе или нет. Ученый, ученый, а как это? Он может же где-нибудь приврать, понимаете? Это и есть единичность проявления его единичества. Да, но когда он... Это не важно, как он... Все, что касается его воли, вообще никакого отношения к этому субъекту не имеет. К этому субъекту имеет отношение, что он, условно говоря, не может, допустим, я не знаю, там... Не быть, понимаешь? Он не быть не может, не может. Ну ты послушай мою мысль. Моя мысль такая, что если бы невозможно было учредить себя, как вот этот, как бы... Еще раз, давай сначала поймем, что такое слово учредить. Просто, а то просто получится какая-то игра славы. Учредить, это значит сказать что-нибудь такое, чего на самом деле нет. Понимаешь? Я самолет, вот это учредить называется. Ну а как? А что такое потом учредить? Учредить, это сказать, что нечто есть такое, чего нет. Почему? Нет, по-моему, это, знаешь, перформативное высказание, ну, по некоторому смысле. То есть ты учредить... То есть я говорю, я великий философ, да, это я стал философом сразу великий. Нет, вот если ты станешь великим философом... Нет, если я стану великим философом, я не учреду великим философом. Я и есть философом. Нет, ну нет же никакого я, вот в чем дело. Нет, еще нет, я про слово учреждение, давайте как бы содержательность уберем пока, без содержательности. Что такое учредить? Это означает... Значит, стать, сделать, сдать. Нет, нет, учредить это означает сказать нечто, на самом деле, чего на самом деле нет. Нет, да вообще, вообще, вообще нет, если говорить... Взять на себя... Нет, нет, подожди, нет, нет, что такое как бы учредить с точки зрения языка обычного, юридического? Это, действительно, высказать перформативное высказывание, которое не констатирует то, что есть, вот, а учреждает то, что будет. Вот, допустим, кто-то там учредил такой-то совет, вот, и вот он после этого начинает заседать, вот. Его не было до этого, он не констатировал его существование, вот, но он его учредил. Вот это учреждение. Сделал существование. Это, действительно, не матажистская логика. Только учреждения на уровне, как бы, социальных явлений, там других видов не бывает образовательных. Все социальные явления учреждены. Там, в принципе, юридические субъекты, они все таковы. А если мы говорим на другом уровне, допустим, я это езжу на машине, я буду отвечать за эту машину, независимо от того, я виноват, не я виноват. Я взял на себя ответственность за эту машину и буду за нее отвечать. Даже это вообще, если не я. Я прихожу, машина поцарапана. Я виноват, даже если это сделал не я. Тут никакого нету. Но это ты как бы, если сам передаскиваешь это все в этику. Это все понятно, то, что ты говоришь. Нет, я просто говорю, что не надо. Как себя учредить водителем? Социальные примеры неправильные. Нет, а я не социальный пример. Там все учреждено. Жизненный пример. Как учредить себя водителем? Купи автомобиль. Купил автомобиль, учредил себя водителем. Получил право, учредил себя водителем. Нет, это неправильно. Ты не был водителем, ты стал. Нет, это неправильно. а чёрт ты не умел говорить на английском, научился это, учредил, что ты говорил, что будешь говорить на английском. Так учреждение не есть просто слабо. Нет, учреждение есть такая вещь, когда ты берёшь на себя что-то, чего не было, понимаешь, чего не было, и чего и нет. Но ты готов, чтобы оно было, ты удерживаешься, как будто бы оно есть. Ну это, наверное, я тебя в своё время запутал, потому что это не только так. Это один из примеров, но это не единственный. Любое единственное может быть учреждением. Стать водителем – это не учреждение. Почему? Ну это становление просто, что? Ну ты стоял, стул сломался, он что, сам себя учредил, что ли? Учредил, себя сломался. Ну что ты как бы… Это же игра с ломами получается. У нас всё находится в неподвижении. Ну вот, у тебя есть постоянные какие-то логические ошибки в твоих примерах. Причём ведь мы говорили про человека, ты говоришь, что? Кто может учредить? Только человек. Нет, всё в становлении… Нет, нет, ну на чём становится? Хорошо. Хорошо. Ты говоришь, что становление… В становлении, это если стул разрушился. Нет, нет, нет. Становление водителем – это не есть учреждение водителя. Нет, ну тут, во-первых, как бы есть… Давайте разбираться с этим учреждением Здесь есть воля, целенаправленно Здесь положена цель, и она достигается Где у стула цели? У стула цели нет Если, допустим, человек случайно стал вводить Подожди, я сначала подожду пример резкий Ты не можешь отвечать за свои поступки В принципе, даже если ты хочешь Даже если ты полностью А я не про этику говорю А я вообще не про этику я тебе говорю Я говорю про то, что учреждение Ты когда-то берешь на себя то, даже что на самом деле Фактически ты удержать не можешь А научиться быть водить Это не учреждение, это просто обретение навыка Это не учреждение Еще раз, важно, чтобы ты понял Что учреждение не просто слова Вот, допустим, социальное учреждение Которое, ты говоришь, оно социальное Оно нас не интересует Да, не интересует, но можно понять, что такое учреждение Человек издал приказ сделать то-то и то-то То есть, что совет будет существовать Но, пока действия какие-то Параллельные этому приказу не происходят Учреждение не только вот эта бумажка Это и как бы действие какое-то Это и сказал слово и сделал Да нет, просто В этом есть перферматизм Смысл, ты пойми Другого не бывает По-другому совет не возникал Вот если по-другому совет возникал Тогда он собрался Ну, как, а нет, ты пойми Это все равно было учреждение Не, 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 не все Понимаешь, можно я, может учредить себя, учредить, а может не учреждать Я бы сказал так И все равно я есть Учреждение Учрежденное оно Или не учрежденное Оно все равно есть Это друг Так вот, в чем Как я определяю учреждение Учреждение Это действие Сопровождающиеся волей Как бы Направленной Вот допустим Если стихийно что-то собралось Если оно есть само по себе Это не учреждение Действия происходят сами по себе Вот они происходят сами по себе Никто как бы их не сопровождает Лозунгом, да Бумажкой там, не знаю И вот И никакого учреждения нет Как только как бы действие Сопровождается Ну просто это противоречит тому Что Пальменин говорит То есть получается Что на самом деле не было ничего Из небытия получилось забытие Как возникло что-то Не было ничего возникло Каким образом Из ничего ничего не возникает У тебя получается Что было ноль И возникло вдруг что-то Это что такое Что за логик Как оно перескочило Ну Правильно Поэтому учреждение В том смысле Которое ты говоришь Это просто слово А я говорю о таком учреждении Которое на самом деле было нулем, и нулем осталось, только слова поменялись и все. Это ты. А я говорю о том учреждении, которое как бы было не ноль и стало ноль. Например, вот как бы было два государства, из них вылупилась третья, которая сказала, мы будем независимы, и отделилась себя границами. Не было нуля, было два государства, стало три. Понимаешь, просто границы перерасстрадились. Учреждение изменило границы. Так же этот субъект, он себя учреждает не с нуля, а он был вот этот набор субъектов. Ты хочешь сказать, что субъект учредил? Я говорю, вот субъект учредил, он поменял, и все учредил, и стал Наполеоном. Поменял. Нет. Ну а как? Это ты все время так. Это не я, что к этому сводится учреждение. Нет, я не к этому сводится. Я говорю, что учреждение. Но Наполеон, который стал Наполеоном, он именно себя учредил как Наполеоном. Наполеон, настоящий Наполеон. Он и был Наполеоном. Да мы не надо было его учреждать. Нет, он сделал, он сделал себя. Еще раз говорю, хорошо, есть два вида учреждения. Давайте тогда различать. Если тогда учреждение реальное, так водитель стал водителем, и учреждение и я не хочу не в районе себя на себя ответственность это не вранье я просто как ты несешь чтобы я не сделала я взял взял так сказать я ответствен за весь мир и сидишь да и еще что ты еще нет подождите я учу его так я за ответственность себя я случайно куда-нибудь бросил кирпича ты убил человека и несут за это ответственность понимаешь хотя это сделал не вранье нет это это учреждение то чего нет я уберу ответ за то лучше добрать это прямо какой поступок там за это которая сделала там не себе это допустим там нашкирялся каких-нибудь лекарствами условно горячей это совершил а потом я за это должен отвечать а я этого не совершал парадокс то в чем парадокс то в чем парадокс потому что я я скажу а тело это не я тело забирайте тело вот я там там где-то по-другому хотела забирайте вот or the order черт есть ты когда когда так рассуждаешь и как бы заранее знаешь что ты ты как когда ты говоришь что можно а вранье осуществить что можно взять на себя ответственность за то что как бы тебе не принадлежит ты как будто знаешь что ты не то не парадокс уже заранее в этом находимся и заранее находится сюда всей вещей на самом деле находимся не так происходит что мы от начала взять и почему ты пришли я говорю что не от нуля правильно не меняем границу не меняем границ мы уже и так знаем что такое я то есть она и она будет всегда таким она неизменно каким-то образом загадочным нам неизвестно вот это множество субъектов организовалась уже какой-то я и относительно этого мы можем еще учреждать что-то говорит нет мы не только это но еще и то или допустим что-то выкидывать а она организовалась и так это значит что он уже есть каким то третьимOK как бы вдруг ушли вообще ты поймёк есть слова вот на словах ты можешь что угодно говорить на словах а есть реальность вот я и говорю что знаете состоит том что такой я на словах ты и знаешь что такое эти 100 что это такое тебе надо будет Л mooiep в реальности показать что это такое пок auto vanishedgre R7 ты показать не можешь и учреждение называется рисаного ухода друг к glossy ты потому что не справишь что на самом деле а Ты говоришь, а вот это все, вот и все. Все, что касается тела, это как бы моего существа. Все это и есть я. Ты не говоришь на самом деле, ты не можешь знать, что ты на самом деле я. Если бы ты мог кусок отрезать и сказать, это не я, это не я, кусок отрезать. Отбрасывать от себя куски и говорить, и дойти до этого я, и эту сердцевину показать. Это был бы один разговор. Вот эту сердцевину не показать. Учереждение означает. А это значит, что ты просто говоришь, что я это все тело. Учередил так я, и все. А другой учредит по-другому. Другой скажет, что тело не мое. Я где-то внутри. Если кроме такого учреждения ничего нет, то как можно говорить, что оно не настоящее? Если нет другого я, настоящего, то нельзя добраться до сердцевины. Нельзя добраться, в смысле предъявить его на опыте. Предъявить его в качестве того, что вот она я. Предъявить и показать. Вот этот феномен называется я. Предъявить его как-нибудь, каким-нибудь способом указать. Я не знаю, каким способом это можно было бы сделать. Не указать-то него никак. Ей опыта такого не привести. Это и значит, что в учреждении есть что-то такое? Нет, учреждение это значит есть, что у нас я есть, и можно учреждать его на различных уровнях. Можно сказать, что вот видите это тело? Вот внутри него где-то есть я. Вот учреждение. Или все, тело есть я. Учреждение означает на самом деле, что ты отказываешься искать внутри себя ничькое сущее, которое есть я. Понимаешь? И противопоставлять ему все другое. А говоришь-то, почему ты не можешь? Потому что ты начнешь говорить, что тело не мое, а люди во зернах, тело не твое, давай тебе руку я в руку отпилю. Понимаешь? А ты подумаешь, не рука, которая нужна тебе. Понимаешь? Вроде рука не ты, а тебе нужна. Понимаешь? Она вроде и боль тебе приносит, и она к тебе относится, и проще, и проще. И поэтому ты просто говоришь, я это тело, и все. Хотя тело, потому что тело же наше сознание, и там есть бессознательное есть, которое само по себе как-то работает. Какие-то субъекты есть, актов, которые какие-то акты совершают, там, которые, это, допустим, там, сердце как-то бьется, там, само по себе, там, хочет бьется, там, что-то случится, оно уже не бьется, там. А ты не хочешь, чтобы оно не билось, но оно не бьется. Оно не в твоем этом. Ты не можешь его контролировать. Оно работает, работает. А в какой-то момент откажет и скажет, и все, извините. Мне типа надоело биться с ним. Пойду в другое место. Хорошо. Можно я по-другому тогда спрошу? Вот. Я просто, извини, но я чувствую, что здесь недодумано. Вот. Ну. Просто в психике. Нет, ну по-другому скажу. А давай. Да мы в этом направлении не думаем. Да. Я предлагаю такое определение, что. Что такое реальное действие? То, которое. Что такое вообще? Ну да. Реальное действие. То, которое последствия, как бы влечет какие-то последствия в реальность. Вот. Нереальное, да? Это когда ты, как бы, что-то там сделал, там подумал. Вот. И никаких последствий это не взымело. Так вот, учреждение. Это действие, которое очень серьезные последствия имеет. Даже если это, как ты говоришь, вранье на словах. Вот ты, допустим, сказал что-то. Я, великий, там, не знаю, художник. Сказал ты, да? Вот. Им при этом, как ты выражаешься, не является. Вот. Хотя непонятно, как это можно проверить. Вот. Но ты считаешь, что это возможно. Хорошо. Вот. Почему я считаю возможности? Я ничего такого не говорю. Я говорю, учреждение, есть акт на самом деле. Вот, понимаете? Вы поймите, вот есть наука со своей истиной. Ну. А есть учреждение, или там, со своей реальности. Не, подожди, подожди. Мы можем учредить, что существуют драконы. И жить, как будто бы драконы существуют. С точки зрения истины, вот, наука со своей истиной не может ничего поделать с «Я», потому что его нельзя предъявить, как ты только что сказал. Я. А вопрос не идет. Я только критика осуществляю с учреждением, только со стороны науки, что нельзя предъявить «Я». Но оно потому, что учреждение занимается тем объектом, который науки не достигнет. Поэтому учреждение касается всего остального социальной жизни, всего того, чего угодно. Одни живут, считая, что драконы есть, другие живут, считая, что это ангелы есть, третьи верят в Бога, четвертые там еще во что-то верят. Понимаешь, вот все, они учреждают некую реальность, они учреждают и не живут. Понимаешь? Хотя это может быть не так с точки зрения наука. Наука на счет доказывает, этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Предъявите нам ангелов. Ангелов нет. предъявите демона, демонов нет и так далее начнёт наука, а как наука найдёт я? таки демоны, они могут сказать, что демоны есть не демоны, наука найдёт я она бы могла что-то в неё поставить ну так она же не может его предъявить я сам говорю, что предъявить его, сказать вот это я дело не в этом, дело в том, что я я не является той вещью, про которую можно что-то истинное сказать да, давай тогда объясню, здесь частичные феномены они есть, опыт я есть, переживания какие-то есть, боль вот эти частичные феномены, они должны выстраиваться в некий феномен, который скрыт который называется я, или там называется субъект лучше говорить про субъект который называется субъект понимаешь, он должен быть указан вот есть много частичных феноменов, мы с частичными феноменами встречаются у нас есть сознание, у нас есть один субъект, другой субъект есть У нас там есть воля, много чего есть. Есть опыт я, опыт переживания, собственно, бытия, опыт переживания, время. И вот мы можем бесконечно вот эти вот опыты ставить, частичный опыты ставить. И что? А как нам в это выйти-то? Я говорю, никак. Никак. Истинно. Поэтому я не является предметом вопроса, что есть истинное я. Нет, нет такого. Вопрос не вопрос. Наука ничего не может сказать. Подожди, подожди. Это уже в сопистики называется. Вопрос в следующем вопрос. Из этого не следует, что можешь считать, что я что угодно есть. Из того, что нельзя сказать, что такое я, не следует, что оно есть что угодно. Понимаешь? А учреждение ты означаешь, взял, учредил как угодно. Не, ну хорошо. Вот, допустим, есть такая вещь, как Бог. Ты сам всегда говорил, да? Что это просто слово. Я не видел еще слово. Ну, было такое. Что если как бы про него ничего дополнительного не сказать. Понятия не слова. Понятия, да. Вот, но если это понятие, оно определенное понятие. А если это нечто, что как бы о какой-то сущем, которого нельзя предъявить при этом, которого как бы и нет, вот, предъявить его нельзя, можно о нем считать все, что угодно. Сущие есть. Нет, ну хорошо. А Боге можно считать все, что угодно? Можно считать о Боге все, что угодно. А разница в субсостей. Вот это плачейм плохой пример. Вот это опыт. А Бог это не опыт. Что это такое Бог? Это просто, условно говоря, для того, чтобы... И ты сначала должен в феноменологии предъявить опыт Бога. Тогда мы могли бы говорить о том, что есть нечто... К чему мы могли бы восходить через этот опыт? А где такой опыт? Сначала надо это... Хорошо, но если этот опыт не помогает фиксировать, что такое я. Если он не помогает, если не складывается мозаи. Ну вот, ладно, я не знаю. Вот, допустим, есть элементарная частица. То ли она частица, то ли она шарик какой-то, то ли она что-то, то ли волна. Ну вот вопрос, о чем состоит. Вот есть некий объект. Понимаешь, как бы... Вот начинаем к нему подходить. Это частичные феномены. Его изучаем, 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 и вдруг поясняется, что этот объект какой-то странный. Он и такой, и сякой, как-то, и непонятный какой. Понимаешь? Но в физике проще. Потому что в физике, как бы, есть этот, условно говоря, объект. Его можно просто взять и постоянно ему это мучить. Понимаешь, как бы так. Ставить опыт и ставить бесконечное. И в конце концов именно наплевать на себя. Если он и противоречит в себе какой-то, да, он и частица, и волна. Или как бы в одних опытах он как частица идет, а в другой стоим вроде как волна. То это может быть противоречие, связанное с тем, как мы язык эксплуатируем, да. Что мы понимаем под волной, что мы понимаем под частицей. Но в некотором отношении объекты есть. А тут-то вот где вот этот объект, как его увидеть? Он просто как бы скрыт вообще. Ну, вопрос, понимаешь, в чем дело? Согласен с тобой. Ты все правильно рассуждаешь. Нет, вот как карта, понимаешь? Это как карта. Нет, ты все правильно рассуждаешь, да. Вот видишь, что нет в карте. У тебя единственная есть предпосылка, что вот эти вот множество вот этих опытов отсылают к чему-то одному. Вот это предпосылка, которую наукой, как бы, чистой наукой не объясняет. Это предпосылка, она не у меня есть. Это есть предпосылка классической философии. И мы вообще-то стартуем от нее. И нам надо разобраться с этим. Так ты, да, слушай, да, слушай. Это претензия не мне, а классической философии. Просто есть вероятность, да, вероятность некоторая, что вот есть эти феномены, а там ничего нет. Правильно. А я что говорю? Не в этой ситуации. А я и говорю, что в статистике нет субъекта. Я что-то не говорю. Вот, я и говорю дальше. Вывод отначе. Значит, никакого другого субъекта, кроме как вот этого психологического. Да? Нет. Именно это. Вот. Но у меня дальше вывод какой? Может быть странным. Вот ты, может быть, с ним не согласен. Я просто сам его делаю для себя, что если нет метафизического субъекта, вот, а есть только психологический, то нет и различия между психологическим и метафизическим. Нет, это неверно. Различие это есть. Различие? Ну как, ну можешь различие указать. Это невозможно отличить одно существующее от несуществующего. Еще раз говорю, как невозможно? Нет, это единичный субъект, понятно, что такое. И все феномены его, они определенные. Он, например, обманывается, он, допустим, ошибается, у него есть эмоции и прочее, прочее, прочее. И много чего у него есть. Понимаешь? А это философский-то это субъект, всеобщий субъект, то это является субъектом науки. Как у любого. Например, есть много стульев, а есть понятие стул. Как много чего-то там, кошек, а есть кошка, как некое понятие научное. Вот эта вот аналогия не совсем корректна. Почему? Потому что, смотри, понятие субъекта, понятие субъекта, оно всегда будет. Нет, вопрос опять же неправильно. Оно и так уже есть. Дело не в понятии субъекта. Вот там три дела, что сравнение стула и понятие стула не подходят для сравнения. Это потому что проблема слова «понятие», а не проблема того, о чем я говорю. Это проблема слова «понятие». Потому что вы понятие один раз закрепили, вот я не знаю, кто это сделал, так и не понял. Понятие это есть нечто такое, что вот как бы все уже, оно нереальное, это просто нечто такое, убрали. А понятие взяло слово «понятно». Тебе понятно, о чем я говорю? Понятно. Причем здесь понятие вообще? Как высказать то, что тебе понятно? Есть субъект и каждый из нас, но в некотором своем всеобщее представлении. То, как он относится всеобщим образом с реальностью. То есть, безотносительно всех вот этих единичных своих особенностей, безотносительно того, что он там эмоции имеет, безотносительно того, что он там как бы ошибается, что он там может обманывать и прочее. Ну, по идее, я говорю, как каждый конкретно. Не в том смысле, что он как бы иногда обманывает, иногда не обманывает, а в том смысле, что вот есть некая структура, трансцендентальная структура. По идее, как бы, любое учреждение сохраняет эту структуру. Я еще раз говорю, любое учреждение, оно все равно себя включает. Вопрос не в этом смысле, а вопрос состоит в том, что метафизика должна взять, в этом состоит условие задачи. Мы можем что угодно придумывать. Мы можем сказать, что субъект есть только единичный, и других субъектов нет. Но тогда метафизики тоже нет одновременно. Потому что метафизика — это наука. Метафизика — это не вот так вот. Не шаляй-валяй, понимаешь? Она занимается наукой. Ей нужен субъект. Именно научный, трансцендентальный вот этот субъект нужен. Ей недостаточно субъектов любого. А там Вася, Петя, а Вася так думает, а Петя по-другому. Ну всё, метафизика, значит, есть метафизика. Вася — метафизика Петя. Не бывает таких метафизик Вася и Петя. Бывает одна метафизика какая-то, всеобщая какая-то. Пускай она, допустим, будет под именем Канта, но она метафизика, которая всем понятна. А Вася скажет, а Вася, а вот это что тебе такое? А это моё Васи-Васиное. А это Вась-Васное-2. И что это такое? А это неважно. Это у меня там по-своему что-то там. Последний вопрос, да? Вот как содержательно себя учреждать как бы по-разному? Это понятно. Вот психологически. Да, психологически проблем нет. Это понятно. Невозможно ли учреждение структуры? Невозможно. Это же научно. Потому что учреждение — это и реальность. Нет, ну а почему ты думаешь, что... Ну электрон такой, какой он есть. Как можно учредить электрон другим? Ну такая же метафизика претендует на научность. Она хочет заниматься тем, как на самом деле, а не как она придумывает. Нет, ну хорошо. Ну вот представь себе ситуацию, что... На секунду, да? Ситуацию, что, допустим, электрон мог бы учреждать себя и свое отношение там с чем-то. То такое, то другое. Учреждать структуру. Если бы наука хотела заниматься им таким, какой он есть, она должна была бы это принять и учитывать. Да. Если же она говорит, нет, он не может, потому что как бы это нереально, там еще что-то, она может тем самым как раз и как бы истинную терять. Нет, ну и правильно стоит. Если бы наука должна это рассматривать, то просто вопрос в чем состоит. Почему мы считаем, что нет такого, что... Мы занимаем... Еще раз. Тут разные дисциплины. Если заниматься просто субъектом, то это философия субъекта, это философия сознания. А если заниматься метафизикой, то это другое. Просто разные дисциплины. Можно просто заниматься субъектом. И тогда необходимо заниматься тем, что может себя учреждать. Если мы занимаемся метафизикой, нам вообще неинтересны все эти разговоры об учреждении. Мы хотим вывести некого всеобщего субъекта, его указать, в чем структура состоит. Как у Канта, допустим. Можно его указать или нельзя? Вот если мы должны его на него указать каким-то способом, и если мы на него можем указать, тогда метафизики есть субъект. А если мы его не можем указать, то ты правильно говоришь, если нет такого опыта, или, допустим, конструкции, которая позволяла бы указать на него, значит его нет. Зачем он нужен? Зачем вводить в структуру некую вещь, которую в опыте указать нельзя? Что это за такое? Просто это чистое понятие, что ли? Нет, ну просто ты не понял мысль, что если, допустим, ты хочешь мыслить научно, не упустить ничего из реальности, все, чтобы не было никаких предпосылок, то надо оставить такую возможность. Вдруг субъект учреждает себя не просто как какую-то содержательность, но и как определенный вид структуры. Может быть, есть разные метафизики, там Канта, Генея и так далее, как разный способ учреждения этой структуры. Проблема состоит в том, что если есть учреждение, то каждый может учреждить себя как угодно. Содержательно? А, нет, подожди. Нет, я не согласен с тобой. Это надо изучать. Это нет. Ты говоришь просто... Нет, подожди. Учреди себя поэтом, это содержательное учреждение, но не учреждение структуры. Здесь структура, остается все той же. А вот допустим... Как тоже структуру учредить? Вот опять же игра слова. Нет. И игра слова. Ну вот допустим, есть метафизика Канта, есть метафизика Гегеля. Один учреждает структуру. Они не учреждают, они думают. Причем если они учреждают? Они же разные получаются у них. Я думаю, что летят ангелы. Ну что, что это не... Это не разные. Содержательное содержательное. Никакого отношения к реальности это не имеет от того, что я верю, что ангелы есть. Ангелы, они летают. Какое это отношение имеет к реальности? Даже если я буду жить с этой... Во-первых, это имеет отношение, потому что ты будешь себя вести правильно. Но это отношение к жизни имеет только психологическое, социальное или какое-то другое. Религиозное. Но не имеет отношения к метафизике. Если называть это метафизике, ну тогда иначе получается как бы, что метафизика есть, метафизика пейте, метафизика власти. Но скажи тогда иначе, да? Метафизика это то, что не зависит от твоего определения? Это не в моем определении. Еще раз говорю. Не надо меня пинать. Мы пинаем классическую философию. То определение, которое... Классическую философию. Это определение классической философии. Она не зависит... Метафизика это то, что не зависит ни от чего? Метафизика это то, что не зависит от единичного субъекта, а представляет собой некую науку, Который субъект выступает всеобщим образом, как некое, если можно выразиться, как понятие, но речь идет не о понятии, а если идет о таком живом субъекте, который представляет собой аналогию понятия, но он живой. Потому что понятие это аналогия объекта. Понимаешь? Вот есть стул, а есть понятие стул. А вот есть аналогия субъекта. Аналогия субъекта это понятие, называлось у Дегеля самодвижущиеся понятия. Когда он говорит самодвижущиеся понятия, то есть не что-либо, как просто субъект. Я раньше никак не мог понять, что такое самодвижившееся понятие, я считал, что это очень придурочность какая. На самом деле, понял в итоге. Самодвижившееся понятие – это просто понятие субъекта, но понятие взятое там специфическое, по-моему, не самодвижившееся. Разве нельзя сказать, что самодвижившееся понятие само себя учреждает? Вот это тот абсолютный дух. Разве это не есть тот самый самоучреждающий себя субъект? Вот о чём я говорю. Да, он всё умеет, но если он сделал уже этот шаг, понимаешь, он уже сделал его. У тебя получается, что субъект творит мир. Не должен он мир творить. Почему? У тебя, получается, не было, а потом стало. Это и есть творение. А что такое там? А субъект должен быть таким, что он какой-то есть какой-то, уже заранее, уже заранее есть, а потом просто разворачивает свои возможности. А кто? Почему так? Ну иначе никак, иначе он творец. Он потому что не Бог. Нет, то почему? Откуда вот эта вот предпосылка, что он не должен быть творцом? Вот из чего это исходит? Потому что он не может быть творцом самого себя. Он не может, на самом деле, своей структурой творить. А самодвижившееся понятие может? Потому что это абсолют. Самодвижившееся понятие, потому что Гегель является абсолютным, оно может. Оно выставленное как субъект, но абсолютное. Субъект абсолютный, он может творить, и то, на самом деле, он творит не из ничего же творит. Так и это тоже не из ничего. Это тоже же не из ничего. Не так, что там искусство ты. Понимаешь? Вот я еще раз говорю, можно стать водителем. Когда ты не был водителем, стал водителем, тут ничего не творится. Это просто как бы, это и есть превращение знаний. Как был субъект, у субъекта была возможность превратить знания, он взял это за возможность, реализовал. Если бы субъект вдруг был мужчиной, потом вдруг стал женщиной, да, вот это было бы там уже действительно творение. Но такой вопрос идет не о том, что они все там вырезали, все, что можно вырезать, а буквально смысле. Но они психологически меняются, но суть не в этом. Ну это понятно. Только вопрос состоит в том, что вот именно так он должен структуры своей поменять. И то, что если даже он стал женщиной, то в смысле концентратного субъекта ничего не изменилось. Что он мужчина, что он женщина, никакого значения не имеет. Согласен. Так вот мне интересно... Он должен был бы стать, допустим, другим субъектом, а ангелом должен был стать. Вот тогда бы там что-то изменилось, наверное. И то непонятно, изменилось бы или нет. Вот о чем речь идет о метафизике, и речь идет о субъекте в таком-то таком фундаментальном смысле. бесотносительно как это канта Korana ROünde речь о том, что палитка ры Lance Субъекта наш человеческий, а есть какой-то нечеловеческий субъект этогоей heavymity и он для него вещь себе могла бы быть дана сама по себе как она ей есть но для нас она всегда дана чувственно как бы через пространство тем ни менее это расцедетальность у него тоже как раз это человеческий субъект в нев Algun Трансцедентальный субъект как раз человеческий субъект но для него же недавно видь всегда вот Но мало того, смотри какой еще есть момент. Вот ты как бы так отмахиваешься, я понимаю почему. Потому что если, допустим, субъект начнет творить, то как бы это начнется в полный беспредел. Ничего нельзя будет сказать. Да дело не в этом, потому что наука исходит из того, что ей нечто имеет свою как бы... Но. Может быть, может быть, все равно есть какая-то... Постоянную структуру. Не, не. Может быть, ситуация как бы постоянно, может быть, она как бы просто менее постоянно, чем хочет наука, но не абсолютно непредсказуемо, хаотично. Может быть, есть несколько структур. Субъект объектных отношений, там, отношения с миром. Несколько структур субъектов, между которыми, условно говоря, этот субъект выбирает. И вот через день состоит в том, что он не создает структуру с нуля, да, или не из ничего там, а выбирает одну из структур. Может быть, такой есть. Это уже другой разговор. А, допустим, задача науки стояла в том, чтобы найти все это множество структур, обнаружить такая, 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 такая структура, их описать. Не водитель, там, ангел и прочее. Это содержательность. Это нас не интересует. Нас интересует структура. Структура может быть ограниченное число. Их можно пересчитать. Более того, может быть, можно как бы каким-то образом научно, опять же. Вот. Рассмотреть этот процесс учреждения как выбора структур. Может быть, это возможно. Наука может заниматься тем, что как Феноменология взять вот эти различные субъекты, выписать все их, инвестор, в этапах. Выписать субъектами. Не, ну не метафизика. Метафизика может больше. Нет, дело не ваше. Про метафизику, конечно. Она может больше. Наука может выписать там количество субъектов. И на этом остановите. Я вообще не важен сведу, с вами какому-то чему-то одному. Метафизика так просто не может. А именно классическая. Потому что классическая метафизика хочет кто-то увидеть тут как субъект, а объектно отношения. Вот она хочет увидеть это. Если это есть, она должна понять, есть субъекты объектно-отношения метафизитики или нет. Я понял, что она так хочет, но если все немножко иначе разделить, если на самом деле все иначе, она хочет их на самом деле? Нет, вопрос состоит о том, что мы изучаем уже то, что существует, а именно существует классическая философия, у них все Канта и Гегеля. У них это субъект объектно-отношения есть, у Канта оно вообще не преодолевается, у него разрыв вечный, у Гегеля оно преодолевается как бы в абсолютном субъекте, но тем не менее абсолютный субъект все равно. Он как бы в тяну, условно говоря, это различие, но все равно это различие как бы у него там как-то осталось, понимаешь? И причем это важно, потому что он считает, что благодаря этому различию такой сам абсолют является конкретным. Помнишь, мы говорили об этом? Почему Бог конкретный? Потому что у него внутри есть различение самого себя с самим собой. Как бы Бог Троица внутри себя различает с самим собой, поэтому он конкретный. И для этого у него для различий все равно осталось. В вопросе состоит в том, вот мы и есть метафизика классическая, в котором это различие есть. Вот мы хотим построить настоящую метафизику. Так как понимает ее Хадиггер. Нужно нам это разбиение или нет? Может быть нам не нужно? Зачем мы за него хватаемся? Потому что оно не нужно. Я бросил его и все. И как Хадиггер занимаешься. Миром как он есть. Опять же, Хадиггер занимается, но он должен обнаружить это разбиение тоже как возможный вариант. Еще раз как бы. Оно должно возникнуть, потому что оно уже не случайно. Это не просто была ошибка вот этих товарищей или какое-то там заблуждение. А нельзя сказать, что это психологический субъект вниз спущен? Вниз или наверх поднят метафизик где? Вверху или внизу? Вот есть психологический субъект. И психологически мы понимаем вот это вот я, а вот это уже не я. Как бы как некую границу, там не четкую конечно. Я не могу... Мне это не нравится. Потому что сам психологический субъект и его возможность основывается на том субъекте. А не наоборот. Возможность основывается. Потому что как бы он... Не, 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 не основывается. Я не правильно сказал. А вот как так, представь себя. А сам можешь ждать как? А откуда вопрос то взял? Вопрос. Вопрос о я. Правильно. Нет, не о я. А вопрос о субъекте. Ну а субъекты. Научно. Откуда взялся сам вопрос о научном субъекте? Ну, просто, условно говоря, непонятно. Вот, допустим, человек. Вот он, как бы, психологически имеет понятие субъекта и дальше его в философию транслирует, в метафизику. Все, как бы, вроде логично. Но откуда у него вот это психологическое понятие субъекта возникло? Как вообще он собрал себя субъектом? Есть, я же говорю, частичных объектов опыт есть. Это раз. На самом деле он возник, я могу сказать, откуда у него, из этики возникло. Этика, законы предполагают, что человек отвечает полностью за действия своего организма. Из этики. Вот этот субъект, вообще, понятие-то, на самом деле, юридическое. Это, как бы, возможно объяснить мне, но оно также обмивали. Потому что, можно сказать, как бы, как бы возникла этика и ответственность, если бы не было понятия Я. Понимаешь? Вот, допустим, есть же животные. У них нет ни того, ни другого. Или не животные, а там, не знаю, камни. Понимаешь, в чем дело? Она как-то возникает одновременно. Это старая тема, что возникла первичная курица или яйца. Но никакого отношения нет. Ну, ты тут пытаешься сказать, что одно из них возникло первичнее. Вот что. Ты говоришь, что есть психологическое Я. Нет, я еще раз объясняю. Оно возникло почему? Потому что необходимость Я имеет только единственную необходимость. Именно социальной жизни. Никакой другой необходимости Я-то нет. Если бы не было социальной жизни, зачем тебе нужен был бы Я? Ну, ходил бы ты по-острому ни одного человека бы не был. Ну, неизвестно. Есть Я у муравьей. У муравьев. У них есть социальная жизнь. Понимаешь? Есть ли у них Я? Да и вопрос. Нет. Это не значит, что любая социальная жизнь Я порождает. Это имеет в виду, что это совсем не обязательно. Просто ты никогда не прибегал к понятию Я, если бы не было другого человека. Если бы не было социальной жизни, тебе бы понятия Я нет. Какого муравья? Ну, я не знаю, как муравья есть. В этом феноменологии такие не может выяснить вопрос. Муравья есть или нет. Мы говорим только о людях. Вот я считаю, что ты на самом деле человек, если бы у тебя не было бы социальной жизни, тебе бы понятия Я в принципе не нужен. Зачем она нужна? Потому что Я нужен для того, чтобы... Ну, нужно или не нужно... Вопрос этот, конечно, не философский. Это вопрос натур философский. Ну, как можно было бы это выяснить? Никак нельзя было бы выяснить. Но мы понимаем прекрасно, что нам нужно Я, даже Я это неправильный разговор. Нам нужен субъект. Я, может быть, это... И ты можешь его угодно, я повторяю. Нам нужен субъект для того, чтобы выступить субъектом ответственности. Для того, чтобы иметь возможность присваивать собственность, иметь возможность подписывать свои произведения, для того, чтобы отвечать за свои поступки и так далее, и так далее. Ну, как бы амбивалентно, опять же. Вот зачем мне подписывать свои произведения, если у меня нет? То есть мне нужно, чтобы удовлетворить тщеславие своего субъекта, мне нужно его сначала придумать. Я имею в виду про юридическое причем. А зачем юридическое это? Ну, давай паспорт твой сожгем прямо здесь, вот перед камерой сожгем твой паспорт. Я уже имею понятие субъекта, это имя. Ну и хорошо, имеешь понятие. Давай сожгем твой паспорт. Как оно в социализме может возникнуть, если... Субъект твой. Давай твой сожгем паспорт. Я правильно поэтому говорю, что субъект твой это не то, что тебе нравится. А субъект твой это твой паспорт, в котором написано, кто ты такой. Субъекты для других, а не для себя. И ты можешь согласиться с этим, а не согласиться. Кто-то придет, какой-нибудь шизофреник скажет, тело не мое. Понимаешь? А ты не можешь так, вот ты придешь, это условно совершишь поступок какой-то, тебя за руку возьмут и скажешь, это не я сделал, это скажет, сделало твое тело. А кого это колышит? За тебя уже принято, что тело это ты, за него ты отвечаешь. Не нравится тебе отвечать, значит в обществе не живи. Живи где хочешь, где необитаемом острове. Поэтому берут этих шизофреников и в больницу сажают. Потому что не можешь за свое тело отвечать, сиди в больнице. То есть исключительно общество породило... Нет, я не знаю как исключительно... Я просто имею в виду, что учреждительность как бы вот этого субъекта, мне кажется так, что оно... Ну когда, знаешь как в юриспруденции, когда расследуют какое-то преступление, спрашивают, кому это выгодно. Выгодно это только обществу. Нам это не выгодно, зачем нам это надо? Зачем я должен отвечать за то, что мое тело там как-то по своим законам живет там и какие-то вещи совершает? Почему я должен за него отвечать? Хорошо, общество, общество... Наше общество ведь на самом деле есть... То, что мы разделены на индивиды на самом деле, это ведь некое представление... Хорошо, хорошо, тогда такой пример. Да, общество... Мы месиво некое, понимаешь? Мы положим, что общество как бы имеет... То есть общество является источником, вот ему необходимо это, да? Вот, но берем в общество камень. Вот камень берем и говорим, ты теперь как бы это, даем ему паспорт. Это поможет нам стать субъектом? Были такие случаи в истории, когда брали стуканов, и если дождя не было, сначала ему приносили дары, а потом его наказывали. Наказывали, да. Но это и означает, взять этот камень так субъектом. Подожди, это и означает. Если ты видишь, допустим, что молния гремит, и говоришь, что на самом деле есть некий громобержец, который это молния гремит, то это ты присоединяешь к нему субъектом. Именно так? Нет, я тебе говорю, кажусь во всём так. Это понятно, потому что люди. Потому что помимо камней были люди. А вот теперь возьми общество камней, собери камни и посмотрим, будут ли они создавать себе паспорта. Я к тому, чтобы общество удовлетворило свои потребности в наделении тебя ответственностью и так далее, должна быть метафизическая предпосылка. Ты должен быть способен. Никакой метафизической предпосылки в философии не было, а общество уже было бы. Какая метафизическая предпосылка? Это всё равно, что я говорю, что впереди коня телегу стоит. Должна быть антология какая-то. Какая антология? Ничего быть не должно. Просто есть и всё реальность. И она сама по себе как-то складывается из путёв проб и ошибок. Какая ещё антология? Ничего нет. Просто есть реальность и всё, как она есть. Колесо придумали как? Сидели и думали, а давайте придумаем. Для того, чтобы придумать колесо, нужно же понятие колеса. А у нас понятия колеса нет, дальше ничего придумать нельзя. Человек же... Человек точно так же учреждался. Это я учреждено, мы же теперь говорим об этом. Ну ещё раз. Учредили такое я, сказали, а пусть будет это я, как колесо. Понимаешь? Только в человеке придумать как это можно? Заставить всех верить, что такое я есть. Не, ну хорошо. Ну возьмёшь камень и скажешь ему, иди туда. Он пойдёт же. Только он не субъект. Камень не субъект. Он не пойдёт. Несколько раз люди говорили ко мне, он не шёл, не шёл. Они подумали. Ну наверно камень не может пойти. И бросили его. Ну я о том и говорю, что всё-таки, что-то в структуре человека даёт возможность такому произойти. Ну естественным образом, конечно. Это значит не общество, а структуру человека перечлить. Я не понимаю, это из разряд того, что попугай некоторыми могут говорить. Ну, что-то в структуре попугая даёт возможность его сказать. Ну и что? Ну если общества и человека нет, то его никогда не заговорит. Он сидит и молчит. И что не надо... Должна быть. Только возможно, что у него это связано в принципе с тем, что он может чему-то научаться, может что-то принимать. Связки голоса, он вообще звуки может быть. Ну не важно. Вот так же и человек. И что? Это важно. Это что означает? Это что есть возможность того, что он может учредить себя. Да. Есть. А что-то такое удивительное. Да, это уже о его сущности что-то говорит. Ты не понимаешь, что это как раз утверждение, а это грубокое метафизическое утверждение. А другие люди могут внутри себя учреждать, могут Наполеон, а третий могут учреждать себя Богом. Главное, что все могут себя учреждать. Это метафизическое утверждение? Это не метафизическое утверждение. Это не метафизическое утверждение, это психологическое утверждение. В этой психологии в чем состоит? Что у человека есть какие-то способности, возможности. А как еще? Человек не камень? Нет, учреждать себя. В психологии значит говорить, что человек не камень, он что-то может сделать. Ну смотри, чтобы учреждать себя, чтобы учреждать себя. Ну хорошо, то, что человек может мыслить. Ты согласен, что это не психологическая особенность, вот так скажем? Человек способен мыслить, это не сводится к психологии. Что вот как бы раз, как бы психологический феномен, мышление человека. Это же не психология, Влад. Я вообще понимаю, причем здесь это мышление, психология. Это может психология, а может не психология, в зависимости от того, как мышление понимается. Если берется как, кажется, способен человеку, то это психология вполне, а почему нет? Если берется как со стороны своей содержательности, то не может быть и не психология, а может логика какая-то. Ну не со стороны содержательности, а со стороны возможности. Возможность мышления. И что, ну что возможность мышления? Возможность мышления. Ну ты же не можешь, учреди сейчас мышление 2, какое-нибудь новое мышление, учреди его. Дело не в учреждении мышления, еще раз, а возможности. Возможность учреждения есть, есть возможность мышления. Есть возможность, вот мы, допустим, когда про опыт этого бытия говорили, мы говорили, что существенно, что мы, допустим, можем осознать себя живыми. Это как бы существенный такой момент. Его никак, так сказать, ни отнять, не прибавить. Нельзя человека его отнять. И это нельзя назвать психологией. Я еще не понимаю. Это действительно вопрос сваливаться какую-то вот просто в кучу. Есть такая тенденция свалить все в кучу. Ну и того, что есть возможность учреждать, не следует, что на самом деле. Это учреждение как-то к реальности. Потому что можно учредить себе Наполеоном Богом кем угодно. Но возможность учреждать относится к реальности? Возможность учреждать относится к психологическим ватru. Есть какая-то реальность называемой психологией. Почему психология? Это не психический феномен. Как так? Ну так, это антонизация. Ну учредил, что я бог. Ну что теперь, я бог устал? Как мышление. Еще раз, мы уже говорили о том, что есть учреждение, которое вы понимали, чему-то научиться. Это не учреждение. Нет, еще раз. То есть если учреждение происходит так, что ты учредил себя Наполеоном, а им не стал? Да почему не стал? Дело не в том, что это мое учреждение может быть. Дело не в том, что стал или нет. И это означает, что само учреждение к реальности не относится. Почему? Ну потому что любое учредить можно. Есть произвол, реальность не произволит. Хорошо, хорошо. Вот можно стрелять в тире, да, в стрелять тире. Сейчас ты попал, сейчас ты не попал. Что, стрельба не относится к реальности? Ты что, о чем ты говоришь? Это то же самое. Ты реальность неправильно используешь. Нет, я не реальность. Потому что способность валить, это самое, что не на есть реальность. Причем метафизическая. Точно так же, как способность учреждать Практически одно и то же Я об этом и говорю Не важны последствия воли Важно не это Важно сказать то, что есть твоя воля А есть воля того, как мир устроен И эти воли могут противоречить Да могут Это и означает, что учреждение, как произвол Не относится к реальности Это произвол Все, что произвольно к реальности, не относится Подожди, ну а где же это все? Если это не в реальности, то где? Где оно? Психологический факт остается Хорошо, то есть технология это не реальность Мы метафизикой занимаемся А ты предлагаешь опять вернуться в этику психологии Я хочу сказать, что способность валить Это метафизический факт Сама по способности Метафизический факт может быть Так я и про учреждение говорю А учреждение это другое, это не воля Учреждение это не воля Оно использует волю Но само по себе этот феномен Это не воля Но как способность Она ничем не отличается В смысле реальность Учреждение это не способность Учреждение это не способность Ты признал что ли, что это так И все, это не причудись никакая способность Может быть ты же не можешь учреждить Не обязательно с волей Сказал, что ангелы есть И живешь в мире, как будто бы ангел есть Учреждил так мир Что мир таков Это не относится к метафизике Просто это к метафизике не относится Всякая способность Становиться в определенное Странное отношение с миром Это относится к метафизике Объясню Ну зачем мы тогда феноменологией занимаемся? Зачем? Давай займемся тогда теологией Придумываем миры какие-нибудь Будем сейчас Толкинда И считать И как бы в этих мирах жить Ну зачем херней-то маяться Вот что маяться ерундой? Я занимаюсь философией Нет, ты не философией Я говорю, про Феноменология говорит о том Что давайте заниматься самой реальностью Не придумывать ерунду какую-то Взял вот классическая философия И придумал что-то такое Вот давайте не придумывать Понимаешь? А попытаться узнать Так это или нет Для этого есть опыт Понимаешь? Есть опыт Можно что угодно валить Я там великий Причем когда говоришь Я великий кто-то Это опять же Это все к эстетике Это все не то Потому что это не является Постановкой вопроса метафизической Понимаешь? Это не метафизическая постановка Вопроса в принципе Когда ты выбираешь какую-то роль Или говоришь о себе Как о ком-то Содержательной Это опять же Выбрасываешься из метафизики Куда-то в другое В эстетику допустим Так я не предлагаю говорить Про содержательную Я говорю про то, что Я вообще способен Ты не можешь валить структуру Ты не можешь Давай я буду там Санитарный субъектом таким Не можешь этого сделать Этого нельзя выбрать Это либо так, либо нет У меня что-либо Транцентарная структура Для всех людей Одинаково Либо нет Ну в смысле Либо ее вообще нет Нет, ну это я согласен с тобой Но я-то говорю про другое Про то, что я могу валить А могу не валить И вот это И не валить Ты можешь где-нибудь В этике Вообще Ты никогда не считал Ты никогда не считал Что ткан-то берешь И наставишь Воля это понятие этики Никогда такого не считал Что нету метафизики воли Нету в принципе Нету воли И у Нитши нет, да? У Нитши нет метафизики Вся философия Это философия этическая Исключительно Воля вообще Относится к понятию этики Это вообще Как бы осознание С точки зрения Как бы этического И вообще везде Воля, воля там И везде Этика это же не равно Психологии Или равно В моем понимании Психология Социология Этики Это все Нечто такое Что не метафизика Нет, это просто Не метафизика Это практическая философия Это философия В которой возможен Вот такой произвол Понимаешь Что я могу допустить Допустим Какой-то произвол В этом произволе жить Это совсем другое Есть метафизика Которого произвола нет Она как наука Она жесткая Она должна Глазироваться На никаких необходимостях И вообще И следует Необходимость Как на самом деле Ну хорошо А этика Она такой необходимости Не следует Так на самом деле Или допустим Эстетика Все понятно Но если мы Как ты говоришь Занимаемся Классической философией Если мы занимаемся Классической философией То Метафизика Должна обосновать Этику Она должна сказать Каким образом Из метафизической Как бы ситуации Из антологии Которую она строит Возникает Такой субъект Который может валить И так далее Ничего она не должна Почему То есть этика Отдельная Метафизика Отдельная Они все же не связаны А почему она должна Это не классический проект Нет В классическом проекте И субъект Есть всеобщий человек Там проблем таких нет Там это всеобщий субъект И выступает так же И все субъект Практический философия Я имею ввиду Если брать Уже безотносительно Почему Вообще В метафизическом субъекте Еще раз Должны быть предпосылки Классическая философия Которые дадут возможность Потом ему валить Наступать субъектом Конечно Все это есть Все это есть Так это значит Что он уже как бы И в метафизике Такой Что способен валить Нет Просто Метафизики Просто присоединяются К нему Как бы другие атрибуты Которые не были И важны Метафизике И вот Становится Тем самым субъектом Но уже с могущим Вали Просто Различные аспекты мира Есть аспект мира Метафизический Клабо-онтологический В нем субъект На определенном Розом выступил Добавили к этой Энтологичности Практическую философию К субъекту добавились Еще какие-то там Предикаты Он стал немножко Роза Это поразительно Потому что С моей точки зрения Может быть ошибочный Какой-то там Странный Вот я не знаю Валить Уж что как бы Более Метафизического Вот способность Валить Как бы Способ существования Которому неизвестно Что такое Валить И способ существования Которому известно Что такое Вот это как бы Настолько глубоко Метафизический Этика По боку Все Вот Бокс не с этикой Это существенно Меняет как бы Онтологическую структуру Если субъект Это становится таким Как это можно Потом присоединить Как это можно Отдать на откуп Этики Когда здесь Метафизики Физика Электронами занимается А что она забыла Там О биологических Субъектах О том Как супы варят А под чем она забыла Во всех этих вещах Что же было Занялся электронами Если для тебя Валение Валение С точки зрения Метафизики Это варение супов Относительно электронов То для меня наоборот С точки зрения Той же метафизики Валение 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 Это и есть Сами электроны Хорошо А что такое воля Хорошо А что такое воля Что валение Это Субъекто-объектное отношение Которое Ты скажешь Окрашено Я как бы Как ни по другому скажу Которое Целенаправленное Которое имеет Цель Это способность Даже как бы Эта способность Соотноситься с целью Вот цель Это не есть Какая-то вещь Ты мне опыт расскажи Причем не сет Я тоже тебе могу сказать Ну как Да вот цель Я как бы Не сет А опыт В опыте Как это Так и есть Опы Интенция В отношении А я скажу Что воли нет Ты сейчас перевозь разговор Что такое субъект воли Меня это сейчас не интересует Я делаю не субъекте воли А делаю то Что непонятно Что такое воли Почему Потому что нет ее Интенция направления Есть просто интенция Вот я допустим А есть интенция Нажавленные насти Да это пустые слова Почему Ну потому что Потому что Вот допустим Это я говорю Что ты играешь в игры Почему ты не можешь отказаться Чтобы их не играть А отказаться Это воля Воля это интенция Направленная на цель Еще раз Ну а что ты Ну еще раз пойми Вот когда мы говорили Про А и Ня Вот ты говоришь Что воля это интенция Это твое А А все остальное Ня что ли получается Все Все Забыли Все То что перед этим Начинали Воля по этой интенции Вот твоя А я тебе говорю Давай в опыт Вступим И повозьмем Вот это Один А два Много всяких Есть видов проявления воли Есть интенции Которые направлены Не нацелены На что-то другое Есть интенция Еще раз Направленная Нету короче Ладно Воля Если честно говорить Не определить ее Она точно так же Воля Такое же Несложное понятие Как и субъект Если с ними Разбираться Точно так же Возник Куча чего Много чего Непонятно Почему Да как Старый Как это Как Божий день В этом мире Все вроде как бы Закономерное И откуда берется Вообще Возможная Свобода Как она вообще Возможна Возможна Воль или невозможна Да дело Невозможное А что это такое Если Воля Можно определяться Через свободу Потому что Интенция направлена Нацелена А как она Возможна Интенция А может быть Твоя интенция Направлена нацелена Никакая не воля А просто Есть Определенного рода Преневоливание Бессознательного Бессознательное Вот это ты Который считает Что куда-то Направил интенцию А на самом деле Это вот Бессознательное Направлять Через тебя Интенцию А это не важно Так вот Это вы состоите Что такое Я спрашиваю Что такое воля А я Нет Я не дал определение Хорошо Воля Ты не дал Это переживание Получается у тебя Переживание Некой направленности Интенции Есть воля Так что ли Даже не переживание Нет Переживание Здесь не важно Важно Что вообще Бывают такие объекты Как цели Вот что важно Не на то Что Допустим Что то есть в будущем Нет объекта такого То нет объектов То есть Только в классической философии Вот то что ты говоришь Это неволь Допустим Ну потому что Потому что Если есть внутренняя причина То почему ты так наступаешь Это неволь То что воля Меня называли Причины Здесь Вот Есть интенция Направленная Цель Стать философом Я не философ Нет Здесь этого философа Это не объект Некуда Направить Интенцию Но Я направляю ее на эту цель ты направляешь свою интенцию вот допустим тебе как бы нужно я направил свои глаза на кружку это это поле что ли? если у тебя была такая я не знаю это была такая цель или нет? ты сейчас не знаешь Но иногда ты знаешь. Не знаю. Бывает у тебя. Что является целью, а что является причинением это бессознательное заставлять двигаться? Что является целью? Вот смотри, нет, нет, подожди, вот смотри. Само действие, это отдельно. Вот смотри, вот допустим, сейчас вот у меня интенция. Встать с этого, с дивана. Вот такая интенция, она направлена на цель. Цель это встать с дивана. Все, акт произошел, а теперь я встаю. А это другое уже, другое. А интенция была направлена на цель. То, что вообще возможно было существование такого объекта, как цель, вот это важно здесь. Не то, что могу я встать, не могу, всегда ли я, когда имею такую волю, встану. Это не важно. Важно, что вообще я интенцию смог не на объект направить, который созерцаю, не на то, не на сё, а на встать с дивана. Как это такое возможно? А вот так. И этот опыт есть. Вот это. Так вот, когда интенциальным объектом становится не какая-то вещь в своей определенности, а цель, это становится волей. Вот есть вещи, и рядом с ними есть цели. Вот что интересно. И можно на цель направить свою интенцию. И цель, как бы, она, она ведь не обладает той реальностью, которая обладает вещь. Это разные вещи, да? Можно, как бы, вот есть воображаемый объект, да? Можно на воображаемый объект направить интенцию. Вот. Но не всякий воображаемый объект будет целью, опять же. Вот что интересно, что существуют такие объекты, как цели, в нашем восприятии. В нашем, как бы, так сказать, в нашем отношении. Мы вступаем с ними в отношения. Вот то, что мы вступаем в отношения с такими объектами, как цели, есть феноменальные доказательства того, что мы, не мы, как бы, а что вообще акты валения происходят. Психология занимается не чем-то таким противным. Психология занимается единичным субъектом. У тебя лично есть эта цель, и это означает психология. Если бы ты мог указать, что это на самом деле... Нет, содержательность цели. Содержательность цели, она личная, она конкретная, и так далее. Но статус бытия вот этих объектов, называемых целями, он у всех одинаковый. Вот все, кто вступают в такие интенсивные отношения к цели... Это вопрос из-за вопроса, можем ли мы спустить единичный субъект в институт, в метафизику. Ты пытаешься это сделать. Хорошо, как метафизику это спускать? Как, как? Что такое цель в метафизике? Это... Ну как? Есть вещи, а есть цели. И что? Ну есть цели, да, и что? И у них разный способ существовать. А почему что? Вот смотри, вот субъект есть объект. Если объект это цель, что изменилось? Ничего не изменилось. Почему тут воля появилась? Потому что это отношение другое сразу. Ну а почему? А если это не цель, а сосиска? Что тут сразу появится желудок что ли, да? Ну что ты, какую-то ерунду ты говоришь? А что? Ну это не имеет значения, какой объект. Любой мысль, цель, что угодно. Субъект, объект, нет никакой воли. Любой объект, любой. Вот здесь любой. Мысль, переживания, там, не знаю, там, субъект, самок, там. Все что угодно. Почему в зависимости от этих субъектов будут меняться интенции? Почему они станут целями? То есть волей станут. Почему? Воля должна быть некой структурой, не зависящей от вот этой интенции. Не то, что некоторые интенции называются волей. Либо все интенции должны быть волей. Все. Ну а как? Нечто направленное. Это и есть цель. Что такое цель? Вот направлено. Если направлено, это и есть цель. Вот. Ты написал направленное? Значит уже цель. А как? Вот это было бы... Вот если бы ты сказал, что все интенции есть цель, я согласен с тобой. Есть воля. Воля это все интенции, и воля одно и то же. Хорошо. Допустим, интенция и воля различаются. Тогда надо указать, помимо интенции, определение того, что есть воля. Помимо нее. Ты говоришь, что есть некие цели. Но ведь цель это и частный случай мыслей. То есть. Ну а как? Цель это некая мысль. Или что? Или это частный случай объекта, в смысле, например, это вещи. Некоторые вещи цели, а некоторые не цели. Вот я и говорю, что что мы понимаем под этим. Ну цель. В том-то и дело, что она не слоится ни к мысли, ни к вещам. То есть у тебя получается, что цель это есть цели, есть мысли, а есть вещи. Похоже так. Ну, молодец, что я могу сказать. Но тем не менее. Добавил еще цели. Да. И она, подожди, она есть, потому что есть цели. Вот если бы их не было... Я покажу, подожди, покажу просто. Вот, субъекта объекта. Вот в этой структуре волю не показать. Нет ее здесь. В принципе нет. Потому она и не нужна метафизике. Потому что волю тоже невозможно ее показать. Потому что для того, чтобы указать волю, надо как-то непонятно что-то еще вводить. Вводить какие-то дополнительные характеристики, которые вот в этот двухслойную структуру, она не влезает. Достаточно сказать, что поле объектов шире, чем просто вещи и мысли. Достаточно этого. Вопрос в следующем состоит. Понятно, что вот этот субъект-объектное различие, оно... Различие, в которое такие вещи, допустим, как воля, уже не помещаются. А если не помещаются, то это выбрасывают субъект-объектное различие, выбрасывают, опять же, в этику. В этику выбрасывают. Потому что если ты начинаешь какие-то отдельные с этой интенции как-то характеризовать... Да я зацепилю даже не нужно характеризовать. То вот это... Вот мир. Вот есть мир без воли. Вот такой мир. Это не без воли. Интенция это и есть воля. Ну вот, по определению. А как? Потому что она... Ну, потому что как бы один камень. А вот из того, что А активно. А активно, это уже не подразумевает, что субъектно... Да ничего не оно здесь есть, активно. А направленность-то что-то? Что такое направленность? Направленность. А почему ты не вот так рисуешь? А почему ты рисуешь стрелку? Сама направленность с интенцией это уже и есть воля. Просто вопрос-то не в том, что воли нету, а вопрос состоит в том, что как его ты укажешь отдельно. Она как бы вшита в структуру. Как бы и субъект, вот он такой. В нем отдельно волю не указать. Нет никакой еще дополнительной воли, которая помимо. Это вот как вот, говорю, есть гром, да, как субъект, а есть как бы его воля громыхания, понимаешь? Вот нету отдельного этого громыхания. Либо есть гром, и громыхание входит в него, либо есть громыхание, понимаешь? Нет, 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 это другое. Вот, вот смотри, вот действительно, вот такой, я еще раз повторю, что я предлагаю тебе, а потом приведу пример тебе, психологически, теминологически, потом надоедем, да? Я хочу сказать, что вот эта ситуация без воли и с волей отличается содержанием поля объектов, да? В одном случае есть, а в другом нет. Вот представь себе на секунду, теперь психологический пример, представь себе на секунду, что ты бы как бы не мог направлять вот эти интенции на цели, что ты бы просто действовал. Ты бы как бы просто действовал и действовал. А с внешней точки зрения можно было бы сказать, наверное, как бы он валит вот так вот. Но ты бы даже не знал, что у тебя есть воля. Ты бы просто действовал, ты бы просто осуществлял нечто. Ты как бы одно, другое, третье и так далее. Понимаешь? А не так происходит? Не так. В том-то и дело, что ты периодически останавливаешься и направляешь интенсию. Ты не действуешь, а направляешь интенсию на цель. А какое направление интенсии на цель? Это знание называется, а не воля? Это не знание. Ну а как? Ну как? Ты мог бы направить интенсию на знание, это ничего бы не изменило. Я даже воля уже и неправильно понимаешь. То есть ты уже волю понимаешь, как остановку и попытку понять, что надо делать. Ты даже не понять, что надо делать. В воле всегда понимается преодоление, условно говоря, препятствия, а не размышление о том, как надо действовать. В воле есть преодоление препятствия. Это некая активность преодолевающая. Ну смотри, ну вот идет горный поток. Идет там через камни, преодолевает кучу разных препятствий. Но он не волит. Волит, это воля потока есть? Ну в каком-то смысле, в том-то и дело. Это воля. Он капает, 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 долг в камень. Это воля капает, капает, понимаешь? Нет, это просто как бы физика. Вот и все. Никакой тут воли нет. Ну вот сам ты тогда хорошо. Если ты физика, то тогда получается, что... А поскольку другой воли нет, то вот и получается, что так было. Нет, у меня есть другая воля. Но размышлять о цели – это не воля. Это просто... Нет, важно тут не то, что ты размышляешь о цели, а от этого ничего не происходит. Но то, что ты, в принципе, имеешь цели... Самое прикольное, я не знаю, зачем ты нища там привел. Как раз улит, что воли-то нет. Он нища критикует волю. Когда он говорит волю к власти, он имеет в виду не ту волю, которую ты делаешь. Понимаешь? Я понимаю, что нет. А у него нет никакой человеческой воли. Он говорит о реальной реальности, вот как поток бьет в это, понимаешь? Это понятно все. Ну-ка, какое определение воли? Одноственное человека ничего не проясняет. Заметь, у меня может возникать такая цель, а, допустим, с точки зрения свободы и возможности своих, или как вот ты говоришь, мы пренеболены миром и так далее. Я не могу ее осуществить. Но тем не менее, то, что у меня... То есть, понимаешь, в чем дело? Воля в этом смысле может быть даже тогда, когда реально возможности никаких валить у тебя нет. Но ты тем не менее валишь. Ты направляешь интенцию на цель. А тут ты на куда направляешь интенцию, когда на объект направляешь? На объект. И что, и направлять интенцию на объект, и направлять интенцию на цель, я не вижу разницы никакой. Еще раз, разница стоит в том, в поле объектов. Существуют такие вещи, как цели, которые отличаются от просто вещей, или их не существует. Вот в этом разница. То, что мир другой. Для тебя другой мир, как для валящего. Вот для субъекта, который не валящий, для него нет в поле вот этого мира, вот в поле этих объектов, на котором он может направлять интенцию, целей нет. Нет такого. Только действует, действует, действует. Это осуществляет механизм автомат. Вот частичные объекты. Раз частичный объект, второй частичный объект, третий частичный объект. Твоя чисто цель, это один частичный объект. Преодоление препятствия, это другой частичный объект. Отрицание интенции, это третий частичный объект. Как это не... Ну вот в этом ты... Ну вот этого состоит вся сущность-то, когда говорят о философии, и когда просто бубняк, понимаешь? Ты должен все рассмотреть. Вот ты придумал вот это, и все сказал. Вот это вот волей и все. А вот это все уже не волей, что ли? Вот это придумал и вы... Это частичные объекты. Точно так же, как с субъектом. Есть опыт я, есть там переживания какие-то, есть там субъектно-вечное различие, еще много чего есть. Точно так же здесь есть много чего есть. Воля точно такой же объект, скрытый. Вот. Я это только единственное и хотел показать. Что он скрытый объект, что его не вытатывать, не определить. Очень много примеров того, что такое воля. Отрицание. Сидит какой-нибудь аскет и отрицает на самом деле это Свои желания То тоже волят Преодоление препятствий Спортсмен бежит, напрягся и преодолел Это называется волевое усилие Через боль, через зубы, через злость То есть он разводит Спортивное злость Подожди, спортивное злость Ну это непонятно, что такое цель Твое понятие цели, оно непонятно Потому что у тебя понятие цели Это что-то такое, какой-то новый объект Нет никакого такой цели у спортсмена Нет, бежит спортсмен У него помимо дорожки, которая есть, помимо, как раз у которых он бежит, помимо там, спортсмена впереди и спортсмена взади. Есть еще впереди, понимаешь, где-то там, гипотетически впереди, так сказать, воображаемая цель. Ему нужно прибежать первым. Почему ему нужно прибежать первым? Ну, я не знаю, такой спортсмен. А допустим, у него нет такой цели. А куда же он преодолевает? Почему преодолевает? Нет. Почему? Ну, есть спортивная злость, просто преодолевает препятствия и все. Спортивная злость состоит в том, что он имеет цель победить. Вот что такое спортивная злость. Цель победить. Ничего большего здесь нет. Поэтому горный поток не подходит, потому что он просто катится и катится, понимаешь? И можно, и говоришь, он преодолевает, не преодолевает, это мы домысливые. Субтитры создавал DimaTorzok